Ежегодно в России фиксируют более полумиллиона случаев инсульта. И с каждым годом эта цифра только растет. Конечно, пожилых людей, перенесших эту болезнь, больше. Но, к сожалению, хватает и совсем еще молодых. Лечение инсульта требует квалифицированной медицинской помощи, времени и большого внимания к пациенту. Впервые на Кубани в Славянской центральной районной больнице был проведен день открытых дверей для перенесших инсульт. Славянцы как с города, так и с сельских поселений приехали сюда, чтобы встретиться с врачами, рассказать им о своем состоянии, обсудить меры по дальнейшей реабилитации. Мы вот сегодня были открыты все, пять неврологов, два психолога и психиатра, врач по лечебной физкультуре, для того, чтобы понимать, где какие произошли упущения, где что-то чего-то недопонял, что-то изменилось самочувствию больного и что-то мы можем для людей сделать лучше. Больные, перенесшие инсульт, не должны чувствовать себя одиноко. Им будет намного легче восстановить здоровье, опираясь на поддержку высококвалифицированного врача. Мы хотим, чтобы развитие больных шло в нескольких направлениях, чтобы это интеллектуальное усовершенствование, физическая реабилитация, социальная, домашняя, бытовая. И в том числе мы пытались донести мысль, что не только вот мы есть, есть и электронные программы, ведь у всех есть дети, внуки, которые дружат с интернетом. Сейчас очень много всего интересного для больных. И комплексы лечебной физкультуры, и комплексы логопедических занятий существуют. А есть комплексная большая программа, вот она называется программа «Испадис». Мы о ней тоже в том числе и говорили. Последствия инсульта облегчаются при настойчивой и успешной реабилитации. Это подтверждают перенесшие инсульт. Санаторий был в Анапе, реабилитационной, Делуч. Лучше уже рука стала восстанавливаться, нога тоже. Ну, лучше, чем было. Там тоже вообще не работала ни рука, ни нога. Идёт улучшение. Подобные мероприятия, посвященные реализации мер, направленных на улучшение качества медицинской помощи больным с инсультом, планируется проводить здесь и в дальнейшем. День открытых дверей уже доказал свою эффективность, и это самое главное. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».